Здравствуйте, коллеги. Меня действительно зовут Михаил. По ходу доклада можно задавать вопросы, уточнять, спрашивать, не стесняйтесь, пожалуйста. Расскажу я вам о веб-аналитике. Доклад мы назвали вот так смешно веб-аналитике от АДБ. Дело в том, что мы действительно не забыли алфавит, просто в рамках одного доклада можно только поверхностно коснуться этого достаточно важного вопроса. Ну а дальше, конечно, придется изучать его самостоятельно, ну или с помощью коллег из агентств. Ну предлагайте, на самом деле, я предлагаю начать с того вообще, как клиент попадает на ваш сайт, потому что способов, как вы знаете, может быть много. Это как поисковая выдача, так и контекстная реклама, социальные сети, буквально что угодно. Ну на примере контекстной рекламы, например, директа, вы обращаетесь к аудитории, каким-то образом выделяете ее, ну в данном случае с помощью ключевых слов. Вы обращаетесь к этой аудитории с помощью сообщения, то есть текста рекламного объявления. И если вы все правильно сделали, то пользователь попадает на ваш сайт. Ну, конечно, мы надеемся, что это именно целевая аудитория, но об этом еще и позже. Ну и какая задача? Задача продать что-то пользователю на сайте, это услуга может быть, товар, что угодно. Причем не просто продать, а продать так, чтобы пользователь остался довольным и вернулся к вам за повторной покупкой. Вообще веб-аналитику можно рассматривать с двух точек зрения, с точки зрения функциональности сайта и с точки зрения эффективности рекламной кампании. Потому что, понятное дело, когда приходит пользователь на сайт, вы смотрите, так этот клиент пришел из директа, например, из дворца, смотрите, какие действия пользователь совершал на вашем сайте, и в зависимости от этого вы корректируете вашу рекламную кампанию. Но бывают такие ситуации, когда рекламная кампания создана просто идеально, а из-за недоработок на сайте происходит такая неприятная ситуация, когда пользователь вроде бы пришел, вроде бы он целевой, ваш, но по какой-то причине не совершает покупку. Ну и поэтому мы предлагаем рассматривать весь процесс веб-аналитики в комплексе, с точки зрения эффективности рекламных кампаний и с точки зрения функционала самого сайта. Ну а для того, чтобы понять, насколько правильно пользователь выполняет, достигает цели на вашем сайте, нужно сначала определиться, наверное, какие цели вообще бывают. Что пользователь должен делать на сайте? Может быть, вы мне подскажете? Есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Ну, как бы вы с вами ответите? Это отличный ответ! Спасибо! Спасибо! Действительно, все зависит от бизнеса. Например, для интернет-магазина, наверное, это оформление заказа. Ну, в качестве параллельных целей можно рассматривать регистрацию и подание на страницу корзины. Если мы говорим об оффлайновом магазине, конечно, никакой корзины тут нет, заказа тоже нет, поэтому можно в качестве целевого действия рассматривать просмотр страницы контактов, дилеров. Ну и вы видите дальше скачивание брошюр, пресс-листов. Все зависит от того, что за сайт и действительно, какие цели вы хотите, чтобы пользователь достиг. Для новостного портала это, конечно, размер аудитории, для блогов это число подписчиков. Действительно, очень много, может быть, вариантов. Все зависит от конкретного бизнеса, от конкретного товара или услуги. Но как же понять вообще, что этот пользователь делает на нашем сайте, кто он, откуда пришел, куда попал. Куда смотреть? Смотреть на счетчики, метрики или других систем веб-аналитики. Ну, я буду говорить о Яндекс.Метрике. Это бесплатный инструмент веб-аналитике, который доступен всем. В Рунете это самый популярный счетчик. Раньше, возможно, кто давно в интернете, вы встречали наверняка очень-очень много лет назад, счетчики веб-аналитике, они тогда еще были не веб-аналитики, а просто счетчики на сайте. Вы заходите на сайт, и вам прямо как счетчик показывает. Вы сотый посетитель. Ну, на данном этапе, вот когда лет 10 назад, в общем-то, весь функционал счетчиков этим ограничивался, сейчас это достаточно сложная система, которая позволяет понять не только посещаемость сайта, но откуда пришли эти посетители, что они делали на вашем сайте, причем достаточно детально. Ну, от посещаемости никуда не деться, метрика позволяет оценить посещаемость вашего сайта в динамике по дням. Можно просмотреть там, построить счетчик, эту таблицу по определенному периоду, вывести данные с помощью стопчатой диаграммы, посмотреть на эти данные более детально в табличном выражении. Здесь вы видите визиты, просмотры, посетители. Кто-нибудь знаком с этими терминами или нужно их пояснить? Пояснить лучше. Нет? Еще мнение? Ну, на всякий случай быстренько скажу. Посетители – это то, сколько людей попали на ваш сайт в отчетный период. В рамках… Один посетитель может несколько раз зайти на ваш сайт, соответственно, это может быть несколько визитов. В рамках одного визита может быть несколько просмотров, это количество страниц. Отказы – это тоже очень важный показатель, на который стоит обращать внимание. Тут два варианта в зависимости от настроек вашего счетчика. Отказом может считаться как просмотренная только одна страница, и пользователь дальше уходит с сайта. Это значит, что посещение закончилось отказом. Или если… Ну, это не всегда актуально для одностраничных сайтов, достаточно распространенный такой вариант. Поэтому есть возможность настроить счетчик на 15-секундный отказ. То есть, если пользователь правил на сайте меньше 15 секунд, это отказ. Ну, в общем-то, это основные понятия, можно дальше изучать. В метрике, кстати, есть очень подробная помощь, удобная, на вопросики можно нажимать, там подсказка есть. Но данные вообще по посещениям – это здорово. Вы знаете, сколько посетило пользователей ваш сайт, но что делать с этой информацией, не очень понятно. Нужно смотреть именно на цели. Вот, например, статистика по цели нажатия на кнопку «Купить». В качестве цели вы можете выбрать в том числе и нажатие на кнопку. И здесь вы уже анализируете, в какой день была выше конверсия, то есть отношение количества пользователей, которые нажали на кнопку «Купить», к количеству пользователей, которые посетили ваш сайт. И делать определенные выводы, основываясь на этой информации. Но, конечно же, она не может быть полной, потому что она обобщена. Нам нужно понять, откуда приходят пользователи на наш сайт. Понять это можно с помощью отчета «Источники». Ведь, как я уже говорил, попасть на сайт можно абсолютно разными способами. Можно попасть через объявления директа, с поисковой выдачи, медийная реклама, ссылки на сайтах, социальные сети. Все это можно увидеть в метрике и оценить конкретные данные по тому или иному источнику. Ну и также есть возможность, и это очень важно, смотреть именно в разрезе целей. То же самое, цель нажатия на кнопку «Купить». Здесь вы смотрите, где конверсия выше, где целевых визитов больше. Если вы видите проседание в каком-то из источников, то нужно, соответственно, глубже копать и разбираться в этой ситуации. Почему переходом по ссылкам на сайте здесь конверсия 1,53, а по рекламе всего 1,3%. Хочется повышать этот показатель, и вы можете на это повлиять. Но все-таки это все еще недостаточно детализировано, потому что если смотреть, например, по поисковым системам, то очевидно, что ни одна поисковая система, все это прекрасно понимают, можно подробно посмотреть конверсию по различным поисковым системам. Яндекс, Гугл, Мейл и так далее. Ну и также в этой группе отчетов есть интересный такой отчет. Поисковые фразы называется. Это те фразы, по которым пользователи попали на ваш сайт, вне зависимости от источников. Ну, имеются в виду поисковики, конечно же. Это полезный отчет. Для чего? Для того, чтобы вы оценили, действительно, целевые ли это фразы для вас, и, возможно, включили их в свою рекламную кампанию, чтобы более точно отслеживать и забирать этих пользователей. Да. А исследования по этим фразам вы помените только для русского языка или для всех входящих? Нет, это вне зависимости от того, какой запрос. Тут, видите, тут запросы даже метрика, точка, яндекс.ру, транслитерация, вот дальше следует. То есть абсолютно вне зависимости от того, в каком регистре набирали вопрос. Ну, и, конечно, вы можете потом использовать эти фразы для того, чтобы вставлять их в рекламную кампанию. А после того, как вы их стали использовать в рекламной кампании, имеет смысл, наверное, отследить эффективность запросов, и сделать это можно тоже с помощью метрики. Вот настоящий пример. Компания, которая занимается продажей автомобилей ГАЗ-2752, с действующей рекламной кампанией. Здесь вы видите рекламную кампанию, которую можно развернуть по объявлениям, и каждое объявление можно развернуть еще подробнее до конкретных запросов, и система вам покажет топ-20 поисковых фраз по этому объявлению. Здесь вы видите не ключевые слова, а именно конкретные запросы, которые пользователи вводили в поисковую строку. Ну и, конечно же, это бесценная информация, чтобы ее каким-то образом проанализировать. Чуть-чуть увеличим. Напомню, компания продает автомобили ГАЗ-2752, а тут запросы из серии «купить багажник на крышу». Наверное, не очень подходит. Нужно сразу срочно бежать в рекламную кампанию, отминусовывать слово «багажник», чтобы объявление не показывалось по этому запросу, потому что получается так, что клиент платит за этот переход, но эффективности никакой не получает. Дальше запросы с пробегом. А если мы продаем новые автомобили, зачем нам пользователи, которые ищут с пробегом автомобили? Тут на самом деле сложный вопрос, неоднозначный. Это не значит, что автомобили с пробегом тоже надо отминусовывать и не ввести этих пользователей на сайт. Но в рамках этой рекламной кампании точно нужно исключать эти запросы, возможно, выделяя их в отдельную рекламную кампанию. Ну и серии «ищешь ГАЗ-2752 с пробегом, лучше купи у нас новый». То есть это действительно важная информация, которую нужно анализировать и внимательно смотреть. Не достаточно просто запустить рекламную кампанию. При этом обращаю ваше внимание на то, что все-таки метрика – это бесплатный инструмент в веб-аналитике, который помогает оптимизировать ваши рекламные кампании. То есть вы дополнительные средства никакие не платите, а целевых посетителей за те же деньги получаете. Это очень важный момент. Вот мы поняли, откуда пришли эти посетители, но кто же они? Можем ли мы копнуть глубже? Действительно можем. Мы знаем, например, откуда эти посетители, из каких регионов. И тут мы видим, что из Поволжья больше всего приходят посетители. Смотрим по конкретной цели и анализируем уже эти данные. И видим, что из центра почему-то конверсия значительно ниже по сравнению с регионом Юг. Это тоже такая информация для того, чтобы задуматься. Если компания работает на всю Россию, например, ну, например, это интернет-магазин, есть различные точки выдачи. Возможно, в регионе центра недостаточно количества пунктов выдачи, поэтому такое количество отказов, низкая конверсия. Это как раз повод для того, чтобы детально изучать поведение пользователя на сайте именно из этого региона. Более того, мы можем еще глубже копать и еще внимательнее смотреть на пользователей, которые посещают ваш сайт. Вплоть до того, что мы знаем пол и возраст посетителей вашего сайта. Как можно использовать эту информацию? Ну, вот смотрите, если мы анализируем какой-то спортивный портал, посвященный футболу, наверное, очевидно, что здесь будут большинство посетителей мужчины. А вот здесь это тоже абсолютно реальный пример. 78% посетителей женщины. Как вы думаете, что это за сайт? Есть идеи? А почему тогда 22% мужчин любят готовить? Возможно. Что вы говорите? Косметика. Ну, почти. Это магазин сумок. Причем не просто сумок, это магазин женских сумок. Но почему-то в магазине женских сумок 22% посетителей – это мужчины. Подарки. Совершенно верно. Но не все об этом сразу задумываются, и владелец этого сайта, осознавая, что он продает женские сумки, делал сайт, структуру сайта, такую, которая была бы приятна женщинам. Ну, и серия сайта в розовых тонах, летающие бабочки, что угодно. Мужчины заходят на сайт и думают, так, ну, женские сумки, хорошо, мне надо купить подарок маме, тёще, жене, подруге, кому угодно, но как-то неприветливый дизайн, пойду куда-нибудь ещё. И это действительно данные подтверждены метрикой, потому что, как вы видите, конверсия практически в два раза ниже у мужчин. При этом, по некоторым данным, мужчины совершают такие покупки в интернете охотнее. То есть, пришёл за сумкой для жены, оп, выбрал, купил, всё, пошёл дальше. Основываясь на этой информации, можно действительно изменить структуру сайта, или, возможно, просто сделать дизайн его нейтральным, скажем так. Тогда конверсия у женщин не снизится, а у мужчин повысится. Таким образом, мы получим дополнительные покупки. Но мы можем даже ещё более детально смотреть, и мы знаем даже интересы пользователей. Вот вы видите, что конкретно в данном примере, это тот же самый магазин женских сумок, цели корзина достигают чаще посетителей с интересом туризма. Вы спросите меня, наверное, как мы это определяем? Определяем мы это с помощью технологии Яндекс.Крипта, уникальная в своём роде технология. Мы взяли более миллиона проверенных пользователей, которые знали практически всё, проанализировали их действия в интернете, и все эти данные экстраполировали на всю аудиторию Яндекса. Таким образом, мы можем понимать тот или иной посетитель, чем заинтересован. Туризмом, кино или литературой, или тем, и тем, и другие. На самом деле, там факторов очень много, но в данном случае видно, что выделяется туризм. Почему бы не воспользоваться этой информацией, потому что это может повлиять не только на структуру вашего сайта или эффективность рекламной кампании, это может повлиять на всю маркетинговую стратегию вашей кампании. Например, купил женскую сумку, выиграй поездку в Париж. Ну, это я, конечно, утрирую, но суть в том, что обязательно нужно это учитывать, и отчет, правда, интересный. Ну, про крипту я уже сказал, конечно, это шуточная такая картинка, что мы определяем, кто это студент, руководитель, домохозяйка. Используется очень много алгоритмов, и мы детально знаем о пользователях практически все. Кроме того, эта система постоянно дорабатывается. Поэтому могу сказать, что данным этим можно верить. На что же делали пользователи на сайте? Нужно оценить, насколько корректно они себя ведут на сайте, ну, с нашей точки зрения, и выполняют, достигают ли целей. Мы видим сухие цифры по достижению целей, но нам хочется больше детализации все-таки. Анализ поведения пользователя начинается обычно с вот такой вот страшной схемы. Это карта путей по сайту. Действительно достаточно запутанно, но в целом это помогает взглянуть на всю картину, скажем так, сверху вниз. То есть вы видите, откуда пришел посетитель, на какую страницу он попал, и как дальше двигался по страницам вашего сайта. Если вдруг какой-то блок выпадает, понятное дело, что нужно как-то скорректировать структуру сайта. А если одностраничный сайт? А если одностраничный сайт, то все намного проще. Этот отчет вам не нужен, вам не нужно разбираться в этих стрелочках. Это же замечательно. Проанализировать какие-то вопросы? Хороший вопрос. Проанализировать можно. Можно проанализировать очень детально с помощью технологии WebVisor. Технология WebVisor помогает не просто отслеживать, на каких страницах был пользователь, на какие кнопки нажимал, но и буквально просматривать посещения пользователей, смотреть, какие поля он заполнял, как прокручивал страницу, нажимал на кнопки, заполнял формы, что угодно. Данных очень много, а нам нужна какая-то фокус-группа. Для этого у нас есть возможность отфильтровать по очень многим параметрам все эти посещения и ролики WebVisor. Мы выбираем интересующие нас характеристики группы, которые мы хотим проанализировать. Ну, вот, например, здесь мы выбрали переход из поисковой системы Яндекс, посещение длительностью больше 60 секунд. Выделили таким образом свою фокус-группу и начинаем просматривать ролики. Таким образом мы сузили и не просто просматриваем бездумно тысячу роликов, а просматриваем именно ту аудиторию, которая нас интересует. Вот еще конкретный пример. Запустите ли видео? Оно даже запустилось. Примерно так выглядит WebVisor. Это сайт, посвященный страхованию, оформление заявок Каска и ОСАГО. Это основная цель, которая настроена как раз в метрике. И такая анкета. Но не будем до конца смотреть. На самом деле это не просто такие смешные ролики, которые можно посмотреть. О, как здорово, пользователь нажал сюда, потом задумался, не нажал. Это позволяет сделать определенные выводы. Вот смотрите. Оп, слишком много. Вот такая была форма на сайте у клиента. Как вы думаете, что смущало посетителей? Длина. Длина. Да, да, совершенно верно. То же самое думали и мы, когда анализировали этот сайт. Огромная такая простыня, которой нужно заполнить все данные о своем автомобиле, о том, сколько там лошадиных сил, сколько она стоит. Но мы начали смотреть ролик WebVisor, и оказалось, что люди действительно заполняют эту огромную анкету. Их это абсолютно не смущает. А смущает их следующее окно, которое выглядит вот так вот. ФИО, телефон, электронная почта, три обязательных пункта, как вы о нас узнали, и комментарии. Только с помощью WebVisor мы поняли, что посетители детально заполняют первую форму, нажимают отправить, переходят на вот это окно, смотрят так, фамилия и имущество. Ну, ладно, напишу, что я там, Иванович или Петрович, написал, телефон, нет, ну, телефон я не хочу оставлю. И прямо видно, что пользователь сомневается, или начинает вводить эти данные, потом стирает. Потом так, электронная почта, вводит электронную почту, нажимает отправить, красным подсвечивается телефон, не дает отправить, ладно, все, уйду, закрыл. И действительно таких посетителей было много. Что сделал клиент? Клиент изменил контактную информацию на ваше имя, все остальное оставил точно так же, убрал звездочки. Изменения минимальные, буквально на 5 минут. Что это дало? Количество конверсий выросло на 130%, стоимость одной конверсии уменьшилась на 56%, просто убрав звездочки. И дойти до этой информации без ва-визора действительно не получалось, потому что непонятно, что смучало. Казалось, что слишком длинная форма. Казалось, что все совершенно не так. Поэтому действительно очень важно анализировать поведение пользователя на сайте, делать соответствующие выводы, потому что, да, действительно улучшать рекламную кампанию нужно, но этого недостаточно. Рекламная кампания может быть идеальной, но конверсии от этого не всегда растут. Можно вопрос? Да, конечно. То есть у людей, которые потом вводили номер телефона, оно как-то поменялось? Мы, кстати, не анализировали этот вопрос. Но это правда вопрос, потому что если люди оставляют только email или имя, то это как-то с поляно, что просто не слышали? Абсолютно точно нет. Почему? Ну, смотрите, если вы заполнили вот такую огромную анкету, оставив все данные. Ну, смотрите, я сижу на работе, в офисе, 11 часов дня, у меня много встреч, почта, телефонные звонки. Я думаю, так, черт, мне надо сделать каско. Быстро заполнил эту анкету, я знаю все о своем автомобиле, но чтобы мне звонили, мне неудобно. Мне удобно, чтобы мне ответили по электронной почте. Я хочу, чтобы мне ответили по электронной почте, потому что у меня параллельные звонки, я не хочу отвлекаться на это. Я оставляю только адрес электронной почты. Которую тоже мне обязательны. Ну, зачем тогда отправлять форму? Это уже второй вопрос. Интересно, сколько просто клиентов потом, насколько изменилось количество качественных клиентов? Важно, уже качественные. В качестве клиент абсолютно точно не пострадал, потому что с инициативой рассказать об этом кейсе вышел сам клиент. Я хочу, кстати, подтвердить, когда мы упростили форму и убрали зонточки, и у нас много больше увеличивается. Но все-таки это очень индивидуально, нужно действительно анализировать конкретно каждый случай. Еще немного времени отниму вас, расскажу о такой вещи, как метрика 2.0, кто-нибудь слышал о такой штуке? Нет. Это именно новая метрика. Метрика, которая похожа на 0. Хороший ответ. Но на самом деле не очень, но расскажу все равно о ней. Я бы не сказал, что она похожа, честно говоря, хотя чисто визуально дизайн возможно. Итак, метрика 2.0. Это действительно новая версия метрики, которая не является на данный момент основной. Она на стадии открытого бета-тестирования. Это значит, что каждый может зайти, попробовать и, возможно, внести какие-то свои предложения по совершенствованию этого сервиса. Кстати, сейчас действительно очень удобный момент для того, чтобы вносить эти изменения, потому что метрика 2.0 постоянно дорабатывается, улучшается, и если поступает какое-то предложение сейчас, оно особо внимательно рассматривается. Так вот, что нового в метрике 2.0? Нового возможности. Возможности сегментировать данные, которые мы только что вот с вами смотрели в разных отчетах, сравнивать эти сегменты и строить многоуровневые отчеты. Ну, немного поподробнее. Дело в том, что метрика 2.0 – это такой большой конструктор, который позволяет не просто просматривать данные, например, вот отчет источники сводка, он немного по-другому выглядит, чем до этого мы с вами рассматривали. Есть возможность сегментировать то, о чем я говорил, то есть добавить какой-то еще отчет в этот. Сравнить сегмент с каким-то другим сегментом и, ну, конечно же, строить по конкретной цели. Также можно данные экспортировать очень удобно в различные форматы, группировать данные и отслеживать разные метрики. Помните, еще на первом слайде мы с вами смотрели на количество посетителей, отказов. Здесь можно выбирать те метрики, которые вы хотите сами изучить. Ну и, конечно, главное преимущество – то, что каждый отчет можно дополнить нужными вам данными. Например, вот тот же самый отчет источники сводка. Вы просмотрели эти данные по всем посетителям, а вам интересно узнать, сколько из каких систем пришли люди с помощью мобильных устройств. Потому что, как вы знаете, мобильный трафик сейчас активизируется, и эти данные очень важно отслеживать. Можно это сделать буквально в пару кликов, добавить сегмент мобильность устройства и просмотреть уже данные только по мобилю. Ну и это всего лишь один пример. Таких примеров просто миллион. Конечно. В одном отчете, то есть у вас открывается, скажем, такой отчет, у вас показывается только одна таблица по сегменту, да? То есть вот какой отчет вы выбрали, там галочку поставили, кто-то показывается. Потом вам приходится прощаться либо к началу, либо выбирать другую отчетку. Это в текущей метрике, в метрике 2.0 это можно делать. Да, я чуть-чуть дальше покажу, там будет как раз очень наглядная... Я как-то сходила, я и как-то могла понять. И еще вопрос. Вот столбики можно заменить на какую-то другую диаграмму? Можно, конечно. К сожалению, здесь на скриншоте не видно. Правее есть кнопочки справа сверху от графика. Но в любом случае, я думаю, вы можете обратиться к коллегам из агентства, они вам с радостью покажут, где меняется отображение этих данных. По поводу сравнения сегментов, действительно, можно сравнить сегмент с каким-либо другим. Выглядит это следующим образом. Предыдущий период, например, и новый период. Ну и по поводу табличного представления, тоже больше детализации появилось. То есть вы можете раскрывать отчеты. Например, в первой метрике, помните, я показывал скриншот, где просто переходы из поисковых систем. Потом надо было переходить дальше, открывался новый отчет. Здесь можно просмотреть эти данные здесь же. Причем не просто просмотреть в абсолютных значениях, но и в долевых, например, в процентах, соответственно, чтобы понимать, откуда больше идет трафик. И по поводу графиков, как раз действительно можно строить по нескольким шкалам, да? Абсолютные значения, долевые значения. То есть в одном окне можно вместо их строить? Ну, в общем-то, да. И сейчас я вам покажу это на конкретных кейсах. Метрика 2.0 помогает решить не вполне традиционные вопросы, то есть более сложные. Например, опять же, абсолютно реальный случай. Задали вопрос, на какие страницы по прямым заходам возвращаются люди, которые первый раз попали на сайт из поиска. Немного сложно сформулировано, переведу. Люди пришли на ваш сайт из поиска, и вам важно понять, на какую именно страницу возвращаются эти пользователи, какая страница их заинтересовала. В случае с обычной метрикой это можно было сделать, но очень-очень сложно. В случае с метрикой 2.0 это можно сделать буквально за пару кликов. Вы выбираете отчет страницы входа, потому что вас интересуют пользователи, которые пришли не в первый раз. По новизне пользователя строите отчет, вернувшиеся пользователи. Сегментируете дальше по последнему источнику прямые заходы, потому что вас интересует, как вернулись пользователи по прямым заходам. И первый источник должен быть перехода из поисковых систем. Те же самые условия изначальной задачи, только уже в формате метрики 2.0. Пожалуйста, вот ответ на заданный вопрос. Можно переключить в линейный список и увидеть, что возвращаются пользователи, впервые попавшие на сайт из поиска, не на главную страницу, как, честно говоря, в большинстве случаев происходит, а вот на страницу пирога с вишней, видимо, потому что он заинтересовал пользователей больше. Ну, действительно полезная информация. А в плане рекламных кампаний и достаточно сложных диаграмм, состоящих из двух сегментов, Вот следующий вопрос, очень часто задаваемый. Как изменилась эффективность кампании после принятия медиаплана? Тоже абсолютно реальный кейс. Вы вносите какие-то изменения в рекламную кампанию, и вам нужно оценить, стали эти изменения, улучшили ли эти изменения рекламную кампанию, или никак она не изменилась. Это действительно можно очень просто сделать, посмотрев отчет по рекламным системам по конкретной цели. Это сайт, посвященный Локнам, поэтому цель вызова замерщика. И сравнить сегмент с предыдущим. И вот здесь вы видите, диаграмма разделена на две, как бы до и после, круговая диаграмма. То же самое можно построить в виде столбиков. Вы видите, что целевых визитов количество увеличилось в 2,6 раза, количество просмотров в 2,5 раза. Ну и опять же в абсолютных долевых значениях можете посмотреть эти же данные и оценить, действительно ли эффективнее стала рекламная кампания, или, возможно, эти изменения не стоило даже и вносить. Здесь, кстати, на этом слайде еще одна интересная особенность метрики 2.0 – это наличие неучтенных кликов. Многих клиентов смущает то, что оплата в директе происходит за клики, видимо, и беспокойство вызывает то, что вдруг конкуренты видят мое объявление и яростно кликают по нему с меня, снимают деньги, что же с этим делать, потому что эффективности никакой, потому что это конкуренты, они переходят и уходят. Но у нас есть мощная система фильтрации таких кликов, и чтобы в очередной раз это доказать, потому что там много-много параметров учитывается, в метрике 2.0 видно не только переходы по источнику Яндекс.Директ, то есть те клики, которые вы оплатили, но и Яндекс.Директ неучтенные клики – это те клики, за которые вы, по сути, не заплатили, но переход на сайт осуществился, потому что метрика учитывает все переходы. Но, честно скажу вам, мы иногда перестраховываемся, иногда клики не учитываются, а это на самом деле абсолютно нормальные посетители, которые могут также выполнять целевые действия, и это видно в том числе и из этого отчета. Независимо тем, каким инструментом вы будете пользоваться, метрика, метрика 2.0, возможно, какими-то другими системами веб-аналитики, я искренне призываю вас запустить эту бесконечную машину экспериментов, постоянно анализировать поведение посетителей на вашем сайте, анализировать эффективность ваших рекламных кампаний, вносить изменения на сайт и измерять главный результат этих изменений, как в случае с формой, потому что, да, действительно, это было лишь предположение насчет основываясь на данных веб-визора, да, в предыдущем рассказе про страховую компанию. Не всегда все так замечательно. Убрал звездочки, повысилась конверсия. Нужно постоянно пробовать что-то новое и оценивать эти результаты. Заработал лучше? Отлично. Внедряем это изменение, оставляем его на постоянной основе, идем дальше. Нет, откатываем назад, анализируем посещение пользователей дальше. Главное, чтобы этот процесс не останавливался, и потому что нет предела совершенствов. На этом у меня все. Если есть вопросы, я буду рад на них ответить. Есть вопрос. А можно оставить два кода? И метрика 2.0, и метрика обычного старого? Они работают по умолчанию. Метрика 2.0 основывается на данных, которые собирает код метрики. Ну, кстати, можно... Разовью этот вопрос немного. Можно ли ставить несколько систем веб-аналитики на сайт? Возможно, вы не доверяете метрике, вы хотите припроверить эти данные. Ставите сторонник какой-то счетчик. Без проблем счетчики могут параллельно работать. И, как показывают исследования, которые были проведены буквально осенью, есть очень большая доля сайтов в Рунете, на которых используется несколько счетчиков веб-аналитики. Но при этом, конечно, большинство, насколько я помню, 41% пользуются только метрикой. Какие еще бесплатные варианты? Я могу рекомендовать только индекс-метрику. Другие... Вообще, насколько я знаю, все счетчики веб-аналитике являются бесплатными. Это и предложение от Гугла, и Live Internet, который также очень популярен в России. Ну, вот она, наверное, тройка. Но в любом случае в открытом доступе есть эти исследования. Действительно осенью проводились, не очень сложно их найти. Там детально изучались сайты именно российского интернета, и анализировалось, какие счетчики стоят на сайтах, кто использует только один счетчик, кто несколько. Можно посмотреть эти данные, и все-таки большинство клиентов сделало свой выбор. Можно, наверное, этими рекомендациями воспользоваться. Еще какие-нибудь вопросы? Нет? Ну, тогда все, спасибо. 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 Спасибо.